Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не нравится она... Не, ну Нага, да, Нага совсем мерзкая, причем люди не любят ее не так, как те, кто там смотрят эти игры, и те, кто играет против Наги, они жутко ее ненавидят, потому что, так же как там против Фантом Лансера, необходим уже небольшое изменение стиля игры. То есть не просто катать в Датан, как это обычно бывает, а играть конкретно против этого персонажа. Ну вот сейчас мы видим, появляется Лешрак ферст пиком у Империи, тот сам Лешрак, который постоянно оказывается в банах, но сейчас его в банах заменил Винтер Виверн, судя по всему. МГ посчитал его более опасным. Ну что ж, и ребята из Virtus.pro имеют возможность взять сейчас своих любимых героев, я имею ввиду Bloodseeker, там еще кого-нибудь из этого разряда. Я почитал немножечко, да, Reddit, и вот сегодня, и там есть очень хорошая одна тема, я с ней, кстати, согласен, что есть все предпосылки к тому, что Bloodseeker будет одним из самых злопакостных и мерзопакостных героев ближайшего Интернешнл. Да, ну, знаешь, фишка в чем? Фишка, тут у нас Visage Dror Ranger, вот так решили Virtus.pro пойти под конем. Вот, смотри, в чем, как бы, прикол, в том, что героев типа Bloodseeker, их на самом деле достаточно много, тот же Сларк, например, только он там чуть более стабилен, между прочим. Я имею ввиду по принципу действия, то есть начинается драка, а Сикер, ну, в данном случае, там Сикер, Сларк, Найтсталкер, еще кто-то, то есть он просто добирает этих персонажей, просто за счет того, что он чуть быстрее двигается, чуть сильнее там типа бьет, ну, просто за счет того, что он приспособлен вот так вот добивать. Так что я не думаю, что конкретно проблема в Сикере, но определенные моменты в нем немного настораживают. Например, 900 мувспида, то есть бывает такое. Не имба ни разу, вот Баратрум отправляется в бану, такой, непонятно откуда возникший герой, но, в принципе, понятно откуда он возникший, да, ловить Dror Ranger, быстро до нее добираться и быстро ее убивать. Еще никому не мешало, и как раз таки это то, что именно надо конкретно, но вот на этот раз мынем не будет его в игре, не хочет Элидан против нее катать. Да, ну вот и Баратрум просто один из тех, кто может хорошо так ворваться, в общем-то дровки добежать, если это необходимо, там пробежать просто через весь замес, да, застанив всех человек на 15 секунд. В общем, что ВП будут сейчас делать, будет ли появляться какой-то кентавр в этой игре, либо от Империи, либо от Virtus.pro, потому что он обычно, ну, неплохо заезжает и против, и за эту стратегию. Поглядим. Ну что, третий бан от Empire, это Queen of Pain, ждем бан четвертый от них. И, собственно, после этого вторая стадия пика начнется. Я, кстати, в последние дни очень плотно подсел на доту, но не на доту в стандартном понимании. Кастом мапы? Да, я стал просто бешеным фанатом кастомочек, в частности, у Warthrow играл. Не-не-не, я что-то кастомки, у меня сразу они... У меня первое, скажем, отторжение новой доты возникло, когда я зашел и понял, что у меня лагает сам интерфейс игры. Почему? Я сразу сказал окей, потому что он у меня лагает. Ну, бывает, я понял. Вот-вот. Я просто зашел, у меня все спайкает, у меня FPS маленький, я, ну, перебдел, я перепроверил, все ли окей. Да, выяснилось, что все окей, просто дота оживет все. В итоге я просто все свернул и играю в обычный. Пока что. Пока не доведут до ума, потому что, на самом деле, несмотря на эту приписку бета рядом с реборном, это какой-то пре-альфа. То есть, каждый пач выходит по 50 сток с хиксами. То есть, опять-таки, даже в тех же кастомках, например, очень сильно баганный Чен, то есть, его, невозможно, вообще на него нельзя прокликать его, то есть, он просто прыгает и такой по карте, как бы ты его не видно. То есть, да. Да, нормально. Но, к чему я ввел, что я очень много вижу, что, и в частности, даже я играл с многими игроками Virtus.pro, которые играют в Warthrow, перед играми, потому что, по сути, по сути, эта карта, если кто играл, знает о чем, это такой себе DM. Это самый, что не есть DM Counter-Strikers. Разогревочная такая штука, да? Там буквально за 5 минут играется вся игра, за 3-4-5 минут. То есть, фактически, ты приходишь в мид, и начинается рубилово. То есть, 10 человек, просто free for all, только 5 команд по 2 поделенных. И раскликиваться действительно очень круто. И вот, как раз-таки, ребята из Virtus.pro очень много времени посвящают тому, чтобы раскликиваться в это дело. Но, я думаю, штука довольно полезная и станет очень полезной в будущем. Да, я уверен, еще появится куча кастомок, связанных конкретно именно с разогревочным процессом, наподобие вот этих вот OSU, да? Ну, да, да, да. Предложений там, флэшов. Какие-то, ну, как они там называются? Просто попадалки какие-нибудь, да. Крипов добивать. Еще что-нибудь, там, мансинг какой-то, да, от скиллов, например. То есть, ну, уйма вариантов еще возможны для кастома. Кастомки в свое время были революционной штукой, когда это было на движке Варкрафта. Сейчас, ну, все может повториться вновь. Ну, посмотрим, как оно будет. Рано или поздно, я уверен, что появится и сам Варкрафт. Просто-напросто, почему бы и нет. Да, да, да. Похоже на то, кстати. Потому что, я думаю, умельцы народные, они уже доделывают этот Варкрафт. Так, ну, вообще, касательно игры, что у нас там происходит? У нас происходит то, что появляется пак Рубик, вроде бы стандартный набор при визиджедровной стратегии. А вот у Team Empire пока, честно, я не особо понимаю, на что делается упор. Упор пока делается на то, что у врага вроде особо не о чем инициировать. Но у имперцев я бы тоже толкового инициатора не отметил. Так, окей. Окей, окей. То есть, это полный оффлейн шейкер. Мне не нравится пик ПП. Ну, вообще, он, типа, неплох, то есть, все, на защиту дровки, бла-бла-бла. Но вот этот шейкер немножко меня смущает. Немножко? Немножко, да. Совсем немножечко он меня смущает. Тяжело мне сказать, почему конкретно он меня смущает. Но, по-моему, немножечко... Не самый лучший герой, по-моему. Не, ну, вообще, был просто дефицит инициаты. Поэтому, ну, можно понять, почему появился вообще шейкер. Вот, кстати, кентавра, про которого я вспоминал. Что он обычно и за дровку может браться, и против дровки в подобном матчапе. Ну, против смотрится он хорошо. Достаточно любопытненько выглядит. Да, против он хорошо выглядит. Да и за он нормальный. Потому что за вы со своей рейнджевой стратегией как раз лишены инициирующей составляющей. И с этим кентавром вы можете классно забежать. Как будто быстренько, да, там, нащелкать с руки. И там отбежать, например. Это тоже порой работает. Ну что, поехали смотреть игру. Итак, Задайр играет Эмпайр. Они ведут серии 1-0. Йоку играет на Кентаври. Алоха играет на Баунти Хантер и Резолюшнс. Играет на Лешраке. Флайн на Дазли будет помогать. Сайлент на линии. Сайлент играет на Гиро Коптере. Да, ну и, собственно, у Virtus.Pro. Рубик с каким-то тюрбаном на голове от ФНГ. Год будет бегать у нас на паке. Фобос Шейкер. Лил, естественно, на Визаджи. Ну тут, кстати, возможно, и в этом есть фишка. То, что Лил на Визаджи очень жесткий. Могли и без дровки взять. Ну или Дан на дровки. Да, Лил на всех очень жесткий. То есть это такое дело. Где-то у меня в паблике тоже, что была картинка. Как же сейчас вот я, чтобы прям дословно ее передать. Правильно. Уно-момента. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Как выиграть игру с четырьмя якорями. Ну там совсем плохое слово написано. И один из комментов спросил Санейка. У Лила ситуация недалеко ушла. Я не хочу сказать, конечно, что у него ребята там плохо играют. Но действительно он порой выделяется именно в плане каких-то, да, там, персональных заморочек. Тут у нас вот, смотри, Банхантер уже забежал. Персональные заморочки, это ты имеешь в виду пять щитков, что ли? Ну, это само собой. То есть пять щитков, это его вообще дефолтная штука. Там даже байбы делать специально, чтобы как-то... Насобирать деньги. Ну, напакостить, да, напакостить. Человек-молекула. Ладно, постарайтесь по-прежнему Алоха что-то делать. ФНГ тут тоже бегает вот по линии, понимает, что Алоха где-то рядом и понимает, что рано или поздно сюда пойдет Курьер. Но, правда, Курьер пойдет скорее поздно, чем Рана, да, потому что есть нуль-талисман у года и должен понимать, это также Алоха. Ну и тыкнули Сентри в арт, причем должен был Резолюшн видеть этот процесс. Не просто что-то сюда ФНГ подбегал. Если прокликивает, то все прекрасно знают. Да, ну, Алоха, кстати, имеет возможность сейчас в ФНГ вгрызться. Не стал он этого пока делать, поставил Сентряк, но Сентряк недостает пару пикселей, недостает. Задумка была вроде бы неплохая, да, чтобы сейчас вот этот Леший реально мог разбить вардец, но не получилось. Так что либо второй ставить, либо беда-беда. Так, ну, у меня интересный экшен, станчик по ФНГ, ФНГ подрезали, ФНГ очень больно заслойли, ФНГ дерется до конца, проблему Резолюшн, Резолюшн погибает. И Алоха за ФНГ побежал, и Алоха все-таки зарезает ФНГ, но Алоха еще две тычки тавров получит, у него нету маны. Нет, есть у него все-таки мана, извините, оживался, что выживает он. Оржився немножко. Да, да, да. Так, тут у нас Фобос в Уфлайне, как по косям чувствует, пока добил первого Крепочка, но вот из-за того, что Сент пушит вышку, хотя бы с Экспой, проблему Фобоса тут быть не должно, пока. Да, ну, Фобос будет получать свой левел, будет получать все, что надо, гонять его, в принципе, будет тяжело, хотя, вот он Алоха, надо не туда поворот делает Алоха, если бы он забежал сейчас на Фобоса, его можно было бы убивать по тавру, потому что маны нету. Спокойно выбежали бы вместе с Флайм и убили бы Фобоса, но нет. Да, знаешь, рисковая штука с балансом хантером первого левела, даже в пробу выходить, там, кого-то убивать, это весьма-весьма-весьма дерзкое мероприятие. Ну, какой-то же экшен надо устраивать, он вот бежит, бежит Алоха все-таки, что-то там придумывать, так, засловили Фобоса, ну, вот просто вот так вот прогнали, хотя Фобос наглеет, Фобос наглеет, надо его за это наказывать, было, ну, поздно уже, поздно уже Алоха, начинает подрезать, Фобос. Фобос и станчик, Фобос, Фобос, Фобос на один удар, есть хил, но все-таки погибает Фобос, его забирает. Ну, чуть-чуть ошибается здесь Фобос, не было у него информации, хотя, подожди, у него есть фарт, у него была информация, что здесь баунтихантер забирал руну, он прекрасно об этом знал. То есть надо было быть немножко осторожнее. Да, там внизу, я смотрю, вообще дерзкие ребята из ВП, то есть они просто на пофиг зашли под вышку, причем, кстати, Йоку уранили намного ближе, чем ожидалось в НГ, очень серьезно рисковал подставиться, но в итоге Йоку расстреляли здесь. Ну, все-таки 3 ранжевика против милишника, и такого милишника пока весьма неповоротливого, пока 6-го левела нет. Ну, вот видим исход весьма любопытный. Да, ну, забирает Йоку, дальше главное стараться ему не фидить, он занимал там хорошую позицию, стоял, ой-ой-ой, ой-ой, лоха, 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 вижена нет, уют неплохо, с Йоку забирает фраг, ну. Даже если бы здесь был бы третий герой, которого не было, потому что ФНГ побежал на базу, все равно вряд ли бы они там цепляли Лоху, в итоге, мы видим, убегает отсюда ФНГ, а Лил в фаст ТП домой улетел, 3-2, пользуя Тима Пайр. Веселое начало, опять-таки, это мне нравится. Ну, начало, да, что в первое, что в второе. Слушай, а Элиданта снизу сейчас опять умрет. Опа. Лул? Лул. Ну, это совсем неприятно, когда Алоха погибает, да, совсем досадно получилось. Экшен, экшен, то, что надо. Такие матчи намного-намного веселее, чем когда мы наблюдаем игру, где там на 25-й минуте абсолютно ничего не происходит, а здесь все... Ну, к счастью, в последнее время такое случается все реже и реже. Ну, хотя... Но пока прецеденты бывают иногда. Не знаю, вчера я осмотрел только начало вашего эфира. Позавчера, например, Вега и, в частности, имперцы, имперцы, которые сначала проиграли у Веги, а потом выиграли у Форенчерс, они сыграли... За 4 карты они сыграли всего, из них 3 были больше, чем 60 минут. То есть, такие, ребята, упорные, упорные. Ну, они наг убрали, как-то не по-имперски это было. Поэтому очень долго процесс этот здесь происходил. Там вот сейчас, смотрю, внизу тучи сгущаются потихонечку. Ну, и надо убивать. Надо лететь под Тавр, надо нырять сюда под Тавр с Кентавром. Что там у Кентавра с левелом? Он четвертый левел, у Кентавра есть тапок, поэтому и не рискнули. Я думал, немножко повыше, может быть, левел у него, но не забываем, что он погибал. Ну, и Резоль в итоге что, прогулялся зря туда-назад? Ну, да, много-много времени потерял. Бак на что. Целый левел проигрывает. Слушай, а целый левел это уже довольно заметно. Это уже немало. Ну, и год, который имеет уже ультимейт, в принципе, он не против пообщаться поближе. Поближе уже с Резолюшиным. О, Резоль пока подставляться не хочет. Побежал, побежал опять таки, алоха в сторону Фобоса. Но Фобос уже левел 4. Фобос уже с тапком, щитком, его уже не так легко взять. Фобос уже чувствует просто, что тут что-то невадное. Опасность, опасность. Так, Флай. Какой-то на него год. Будет ли год что-то делать. Год. В принципе, Флай может убить, но их только нужно вовремя дать Сайленс. До конца Сайленс и ультом добивает. То есть, в принципе, тоже не особо достал печалиться. И здесь алоха ничего году не сделает. То есть, просто опен фраг, без ничего. Деньги для года. Для года, у которого и так все отлично. Получает он банку. Есть у него тапок, есть белт, есть нуль, есть два фрага. И вот седьмой уже уровень имеется. В то время как у Лешрака по-прежнему пятый. Два левела. Ну, Лешрак, Лешрак пока совсем не похож на того Лешрака, который это обычно бывает. То есть, зачастую, да, ты видишь, такого доминантного альфача в миде, который не отдает там крипов. В итоге резолюши он действительно куда-то бегал, потратил время. Минус. Да, ну, в миде, да, ты прав. Ты прав. Пока шаг такой себе. Да, да, да. Вот не хвост сейчас хочет. Пока что, да, пока что не хвост. Вот сейчас идет попытка как-то немного поднапрячь. Так, год, год. Напрячь года тяжело. Два. ТП есть. Тут же Лил знает, что кентавр рядом. Понимает, что у кентавра, скорее всего, нет ТП. И надо его просто загонять. Надо просто его загонять здесь. ФНГ пошел искать. Ёлку, хорошая позиция такая. Он меня здесь не найдет. Неужели забьют на него? Неужели подумали, что он ушел сюда? Ну, в принципе, могли подумать, что он ушел туда. Ну да, учитывая еще то, что он на дворе, это зачастую, знаешь, отбивает желание гоняться за кем-то по лесу. Потому что ты просто вокруг одной елки можешь там гоняться очень долго. Ну, с другой стороны, в миде год. Проблемы. Год. Станчик мимо. Хорошо год отпрыгнул. Алоху просветили. Это минус Алох. Эрезолюшно поймали. Эрезолюшн. Тоже довольно больно Эрезолюшину. Ну, уклоняется год от него. Эрезолюшн заплевывает лил. Ну, вот он лил на визаже. То, о чем мы в риле. И появляется Йоку у нас на карте. Его что, тоже будет ловить, что ли? Его поймать будет очень сложно. А хотя, почему очень сложно? Все возможно. Шекер, если отрежет... Нет, нет, нет. Шекер не отрежет. Так вот, что я хотел сказать. Йоку пока в лесу стоянил, а все это время Фобос получал экспу. А Йоку непонятно чем занимался. Ну, я вообще могу сказать то, что в итоге пока что у нас есть гирокоптер с двумя фрагами, которого вообще никто не трогал. И он пока идет, ну, скажем, на первом месте по Нетворсу. Вот с Паком они это первое место делят. Между ними там сотня голды разницы. Это не так много. Но, опять же, гирокоптер и Пак это герои несколько иного характера. Если гирокоптер может пойти в соло развалить 5 человек, то Пак обычно может сделать нечто подобное, но на более ранней стадии игры. Из-за этого нужно акцентировать внимание, скорее всего, на чуть более ранней стадии игры. Хотя вот сейчас Иллидан. Иллидан очень сильно может встрять. Алоха. Алоха. Нет, пока не подрезает. Ну, ждет момента, когда будет поближе Кентавр. Ну, 5-й левел опять-таки у Кентавра. То есть там Пида нету. Добраться быстро до Иллидана тяжело. И Иллидан живет. Это самое главное сейчас для Virtus.pro то, что Иллидан живет. Вот Алоха. 5-й левел. Как же ему хочется 6-й-то получить. Просто в момент, когда он нападет на Иллидана, рядом уже будет Лил. И у Лилы есть Даст. И просто-напросто Алоху будут убивать. Вот подрезали Иллидан. Иллидан гаста отличный. Расстрел Йоку. Просветку надо дать. Вот он Алоха. Засловили не того. Алоху надо бить. Алоху надо бить. Сейчас плевочек. Минус Алоха. Ну и повезло еще здесь, собственно, Йоку. То, что он сразу развернулся и ушел. Очень даже повезло, я бы сказал. Там вроде, знаешь, кажется, что этот Баунти Хантер какой-то бронячий и Кентавр вроде бы жирный. Но на самом деле, когда в тебя вот так вот вязко вгрызается несколько персонажей, которые имеют очень хороший урон с руки, плюс еще небольшой бёрст с заклинаний. Это там Визидж, это тот же Рубик хоть чуть-чуть щелкнет, может пак. То Баунти Хантер очень хорошо разваливается от заклинаний, например. Кентавра очень не составляет проблем никаких развалить с руки, потому что всего 4 единицы армора. Вот это просто мерзко, когда против каждого героя есть более или менее внятный ответ. Вот, когда вы просто идете и убиваете, да, грубо говоря, редкликом. А вам пока ответить нечем, потому что максимум может прилететь какой-то дазл там на хелпу и все. Да, но будет пытаться на топе что-то сделать с Фобосом, я так понимаю. Посмотрим, выйдет ли. Фобос уже шестой. У Фобоса есть стандартный Йоку-набор, скажем так. То есть Транквил и почти готовый Сол Рин, который скоро к нему придет. То есть Шейкер, опять-таки, уже самодостаточен, регенов хватает. Но только вот, если сейчас будет кулдаун, а вот он кулдаун и вот он Алоха, то Фобос погибнет, да. Да, причем погибает очень быстро, даже телепорт никто не успел сделать. И, ну, иди. Ну, зато Тавр снизу сейчас упадет, и, понятное дело, никто его не отдефит. То есть, опять-таки, все, можно спихтнуть на пресловутый Space Created. Ой-ёй, что это за ТП? Что это за ТП сейчас? Fly. Ну, вот, она получала так серьезно, хотя в спину забегает Resolution, Resolution, хороший молнии по троим. ФНГ поднимает Резоль, Резоль отбегает. Резоль очень больно, но остается он в живых. Лил уже здесь, и Резоль все-таки убивает. Правда, там размен на Рубика произошел. Йоку. Есть две птички. Проблемы могут быть у Йоку, если его подстанет птица. Птица его не станет, они просто расстреливают. Есть Грейв, но не поможет это никак абсолютно Йоку. Его запинают. Ой, Шикер еще отрезает у нас флая, но за флаем уже погоня не будет. И, опять-таки, два фрага от Virtus.pro. ВП хороши. Это Малоха только что чуть не встрял под пака, так чисто случайно. Просто подойти и умереть. Подошел, откратил Сайленс. Так, ну и Гот забирает Тавр в миде. Посмотрим, сможет ли Алоха его заденает. Нет, Гот должен улетать. Гот должен улетать. И Крипы убивает его. Дайер убивает Тавр на топе. В миде убивает Радиант. Ну и, учитывая, что снизу еще забрали один Тавр в ВП, то по вышкам они впереди. 2-1, по фрагам 9-7 они впереди. И мы видим по деньгам совсем чуть-чуть, но ВП впереди. Ну там, скажем, совсем чуть-чуть. Все пока более-менее устаканилось. Тот же Резолюшн там вроде бы начал. Крипчиков более-менее хотя бы стараться добивать. Ну, посмотрим. 1-2, 4-0, пока что Лешак, да, такой взяловатый. Лешак мне жутко не нравится. 0-3-2 у Резоля в этой игре дела идут явно-явно не очень хорошо. Да и у всей команды, в принципе, идут они невеликолепно. Кроме Сайлента, понятное дело. Да и Сайлент, мы не 400 голды преимущественно в паках, это не так уж и много. Смоук, атака от Team Empire. Куда же пошли имперцы? Они пошли в лес и найдут они здесь Иллидана. Да, конечно же, вот он Иллидан. Вот он, станд, трек и до свидания, Иллидан. Первый фраг под треком. Легкие бабки. Легкие бабки. Сейчас просто по одному этому фрагу можно будет посмотреть, насколько же все-таки это легкие бабки. И это, смотри, это почти пища голды, если разница, да, учитывать просто за одного человека. Ну, они отыграли все преимущества. Так, на Лила прыгнули, здесь два фамилиара, кулдаун залетает в Лила, опять китрек, минус Лил. Ой, как хорошо, Гот, ай, Шейкер ультанует, надо в эту толпу, Шейкер ультует. Просто шикарно. Это просто забей. Гот, красавчик. Ну, неужели отпустится? А почему Фобос остановился-то? Сайлент просто очень быстрый на фейзах, тут его поймать будет жутко сложно, да, но он просто уйдет. Хотя, Фобос, 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 достанет Лефисурой, Фобос, достает, пак, Сайлентс, браво, минус 4. Этот пак был просто невероятен, пак выдал полторы тысячи урона, полторы тысячи, чтобы вы понимали. То есть, вы понимаете, что это Сайлентс, четвертый во всех, ультимейт, и арбом пробивает абсолютно всех. То есть, если вообще просто посчитать, вот дэмэдж, да, там он ворвался в трех, кажется, персонажей, то по факту он попал вот всем, по всем, в кого только мог в той ситуации. Это было очень страшно. Ну, вот и у Шейкера уже тысячи голды нарисовалось, соответственно, совсем скоро мы станем свидетелями даггера, вероятно. Так, ну что, Элитан спокойненько бьет Рошана, помогают ему тиммейты. Ну, вряд ли сюда подтянутся имперцы. 13-10. Как только-только казалось, что два фрага сделали Импайр по трекам, и все более-менее у них пошло. Мы видим, Virtus.pro очень четко все перевернули. Сделали 4 фрага в ответ на 2 фрага ВП. Ну, хорошо, хорошо все сделали. Ну, и Элитан получает у нас Аэгис. Треки, 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 треки. А на треки сейчас нужно надеяться и молиться команде Импайр, потому что треки, наверное, их единственная надежда в плане игровой экономики. Не, ну треки, они всегда являются частью плана в игровой экономике. Вот сейчас мы видим Фобоса, Фобоса, Фобоса. Ну, Фобоса, то что ему сделает Алоха? Алоха пока ничего не сделает. А, кстати, вот под годом он подставляется. И минус Алоха. А что это было? Пока еще не минус, но вот последняя тычка. Да, есть фраг. На Верочку поставил. Он не видел пака, пак был в инвизе. А, пак в инвизе был. Все, я понял. То есть он сначала не обратил внимания на пака в инвизе. Ну, бывает такое. Реально просто встрел. Бывает, бывает. 14.10 у нас на 15-й минуте игры. ВП впереди. И по нигам вы видели. Там около 2000. По XP то же самое. Virtus.pro немножечко разогнались. Ну и посмотрим, что потом будет на Outro Ranger появляться. На данный момент есть только Доминатор. Ну, понятное дело, есть Аквила, есть Рейсбэнд, есть ПТшка. Без этого никуда. По-прежнему валяется Аэгис. Еще был год. Просто делает минус. Убивает Дазла. Прыгнул. Убил. Ой, Фангэ далеко зашел. И Фангэ тут отдается. Слушай, ну там сейчас пошел кулдаун. Да, но вот под кулдаун никто пока вроде бы не встреет. Ой, 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 Иллидан. Боже, как Аэгис потерял Иллидан на ровном месте. У Йоку, Йоку. Огромные проблемы. Надо ему отбегать. Иллидан. Отрезали Иллидана. Иллидан. Простите, правда, Иллидана свой же отрезал Фобос. Ну, что это такое сейчас было? И минус лил. Лол. Это все по треками. Фобос пытается убежать. Но он, скорее всего, отсюда уйдет. Просто фиданули здесь ВП. В размен на одного Дазла, которого они убили. Они почему-то непонятно как разрознение начали драться. И ты посмотри просто какой-то демэш нам вносили имперцы. Ой, ой, сколько денег. Там еще Йоку очень жестко блефовал, потому что он влетал с кулдауном на дагере. Точнее, не с кулдауном, а с кулдауном на стане на дабл-эдже. Он просто влетал в толпу. Как бы блеф был неплох. Мягко говоря. Я смотрю на происходящее. И мне кажется, что команды просто хотят людей радовать фрагами. Потому что происходит какой-то полный трэш. Бежал Сайлент вот сюда. Было у него там 300 хп. Я не знаю, куда он бежал, зачем он бежал. Но просто прыгнул пак и убил его одним Сайлентом. То есть, какие-то жуткие, жуткие моменты сейчас происходят. Это из разряда самая нелепая смерть, да, хочешь сказать? Ну, типа того. Ну, куда ты шел? Которое только может произойти. Никого же нету. Че-то, куда ты лей? Ну, Шейкер еще хороший. Там Стандал отрезал Лидана. Тоже мне понравилось в прошлой драке. Так. Ну, продолжает. Продолжает Virtus.pro давить свое. Продолжают они идти по линии. Ну, посмотрим, что там дальше у них получится. Ну, ВП пока очень навязчива у них идея забрать вот эту нижнюю Т2-вышку. Они так активно вокруг нее кучкуются. Геркоптер в действительности должен быть по большей степени доволен. Потому что, ну, герой это, как ни крути, на замес. У него две из, там, трех обилок. Это именно обилки на замес. Боже, а лоху тут просто пронесло чудом. Но в итоге он забегает все-таки по центряк и умирает. Ну, знали, что где-то рядом. И быстренько подцепили. Не дали возможности жить. Как узнали? Ну, не знаю. Может, пассивка перестала работать. Или да, черт его знает. Ну что, Т2-тавр. Кулдаун залетает. Более защитный. Но, опять-таки, преимущественно по крипам. Немножко лила зацепила. Тавр продолжает бить Элидан. Тут же есть два фамильяра. Но вот крипов нету. Немножко опасно. Элидана все-таки у нее тысяча хп. Нету еще. Не знаю, что он БКБ или Сенжин Яшу. Чтобы он там не собирал. Толком ничего еще нету. Поэтому настолько наглеть не стоит, конечно же, Элидану. Игра, кстати, встает очень даже интересная. Потому что Empire, опять-таки, вышли вперед. После того фида не совсем понятного и не совсем грамотного фида от, собственно, Virtus.pro. Имперцы очень хорошо отыгрались. Но вот сейчас будет Smoke Gang. Сейчас будут очень интересные Smoke Gang. И побежали вперед, ребятки. Понеслись. Так, ну, собственно, я немножко отвлекался, как ты мог заметить, в последнее время. Ну, в смысле, вот, буквально последних там несколько минут. Вот сейчас убивают нас флая. Я расскажу, чем я занимался, если кому-то интересно. Я же участвовал в этой штуке от Poker Stars, вот это Poker Stars Touch. И я совсем завтыкал, что сейчас у нас, типа, тренировка. В итоге я в Альтабе сидел, катал на вот этом турнирчике. У нас там шесть человек было. С про-девушкой. Ну, и, типа, тренером. Я только что всех заобнил, как про. Так что я могу сейчас вывалив писюн, похвастаться тем, что я заобнил реально всех. В Альтабе. И я был просто нереально в Альтабе. И Йоку погибает. Ой, хороший сейчас газ. Залетел какой от Иллидана. Сайлента просто не пускает сюда вместе с Резолем. Есть сюда ТП от Флая. Флай бросает вив на всех. И что, разбегаться? Разбегаться. Ну, да и нужно и пец. Нет у них кентавра. Одного героя меньше. Не стоит, не стоит, наверное, лезть на рожон. Да, ну вот пока, пока... Виртуз Про. Они вроде бы и генерируют опасность на карте. Но при этом, знаешь, это два шага вперед, один шаг назад. Вот у них это примерно так выглядит. И додавить у них не получается. А гирокоптер силу-то все набирает. Гирокоптер по-прежнему держится на первом месте там у себя в команде. Ну и практически на первом месте. По нету на карте. Ну вот видишь, разница в том, что гирокоптер должен разгоняться намного сильнее, как по мне. Ну потому что здесь, ну разница-то в 100 голды. В 100 голды разница. Ну это ж... Это ж такое. Пак просто хорош. Не знаю. Код действует, конечно, действительно отлично. Есть Ветра, есть Блинк, есть ПТ. 500 голды сверху. Дальше, я думаю, какой-то Хекс он пойдет, как в прошлой игре у нас выходил. Резолюшн. Ну а в миде Дроу Рейнджер 1900 голды. Будет ли это БКБ у Лидана, либо пойдет какая-то наркомания Джан. Ну пока, типа, имперцы вот люто верят в свою герою. Поглядим, насколько эта вера, скажем, будет действительно проектной. И, смотри, Флай подходит, подходит к центру. Там подсвечен Лил. Вот Балантихатр очень жутко мешает в том плане, что не дает вам... Знаешь, вот подойти так, как вы бы хотели. Вы постоянно понимаете, что вас подсвечивают и вынуждены мансить зачастую не в лучшую для себя пользу. Причем достаточно, на самом деле, какого-нибудь даже одного трека, и уже начинается беда. Да, Тавр ЗП забрали без боя пока. Ну вот и Йоку. Йоку с блинком идет в спину. Хочет себе получить вангвард. Но как бы так не получилось, что он сейчас здесь будет один, и на него набросит вся команда Virtus. Но что имперцы, в отличие от прошлого матча, играют немножко пассивненько. Ну пока да, пока так и получается. И вот смотри, сейчас имперцы решили сделать контр-выпад. Так, все это дело палят. И все, все разбегаются, хотя не все, Resolution. Сразу же подсветили толпу людей. И там был ворованный, там был просто ворованный стампид. В итоге, отлично, врифтоколдаун! Просто во всю команду, это что-то невероятное. Минус три от Сайлента. Вот вам и Герокоптер. Всем во все, вот он Герокоптер. Лишрак попал станом, попал молниями по всей толпе. Ну молниями попасть не так уж и сложно, но стан был офигительный. Колдаун в троих. Гирыч выдает 2500 урона, Леший 1500 урона. Причем это произошло за там 3 секунды, за 4 секунды. Это не просто Леший бегал, горел на полторашку. Он просто хорошо попал. Шикарный врыв изначально был от ВП. То есть Фобос прыгнул, отрезал, быстро сфокусили кентавра. Оказалось, все круто. Но вот то, о чем говорили в последние несколько минут. На ворованном стампиде. Да, да, да. На ворованном стампиде классно залетели. Вроде бы все было очень круто. Но вот Герокоптер, Лишрак остановили всю эту движуху. В итоге у Лишрака появляется просто тонна денег. Сейчас он уже практически готов покупать там БКБ или Актарин. Не знаю, что там все будет. Герокоптер прям все БКБ чуть ли не с одной драки сейчас выносит. Потому что он зарабатывает невероятное количество бабла. Понятное дело, сделал трипл килл. Восемь-два уже. У Сайна сейчас заберет тавр. У него действительно после этой вышки будет БКБ. Готовая БКБ. Что с ним делать-то дальше? И Эмпайр. Я посмотрю графики через минутку-две. Как они... Ой-ой-ой. Как улетел график вниз. Пять тысяч голды. Преимущество. Четыре с половиной тысячи экспириенса ведет Team Эмпайр уже. Ну, потому что этот замес, он был, мягко говоря, в хламину. Вот, в золотие. Ну, тут все зашло. Тут все зашло. Не ожидали, что настолько близко будет команда соперника. Я не знаю. Ну, вот как-то вот так вышло. Не ожидали, что против Геракоптера в узком проходе лучше не стоять? Ну, может быть, и этого не ожидали. Кто его знает. Да-да. Получилось, конечно, жутко неприятно. Сейчас для Virtus.pro наумерли почти все команды. Ну, и надо продолжать им что-то делать. На топе пытаются забрать Тауэр. Ну, я посмотрю сейчас на бэкпак Лила. Я понимаю, что что-то здесь не так. Так, 25-ая минута у визажа, транквилтапки, медальон и манго. Манго? Да. А 24-ая минута на дворе вроде бы? Манго? У него манго? Не, ну это Лил, ладно. Лил, простительно. Может, он хочет собрать 6 манго в конце, да? Это супер манго? Да, может, он уже понял, что проигрывает. Пора собирать манго. Не, все выглядит очень устрашающе. Причем потому, что герокоптера пока что брать нечем. Герокоптер с преобъемлением БКБ становится неуязвим для шейкера и пака. А так как дровке добежать вообще никакой возможности нет физически, вот просто она отсутствует, пока дайгера, например, не будет. Да, ничего смешного, даггеры на дровке в такой ситуации это не самый плохой вариант. Это даже один из лучших вариантов, я бы сказал, наверное. Это один из лучших вариантов, действительно. И вот против такого герокоптера нужно действовать только с какой-то супер молниеносной скоростью. Потому что БКБ он прожмет практически в любом случае, так как шейкер может до него допрыгнуть, но вряд ли. Рубик тоже теоретически может допрыгнуть, но вероятность этого не самая высокая. Тем более, что у Рубика пока еще прыгать нечем, ни форстафа, ни даггера у него нет. Тут заход на Рошана сейчас от ВП, достаточно такой агрессивный получается выход. Но они пользуются тем, что сами забрали уже Т2 линию на миде и на нижней стороне Т2 вышки. Ну, и позиция, наверное, тем, что имперцам не особо Тайгис нужен, что ли. Имперцы идут себе забирать тавра. Они забрали Т2 снизу, они сейчас идут забирать Т2 на топе. И у Сайлента следующим артефактом вполне спокойно можно выходить и в Сатаник. Why not? Да, никто не помешает. Вообще у Гирвича набор артефактов тоже. Вот примерно как у Мартретки сводится к определенным, да, кор артефактам. Смотри на его позицию, смотри на его позицию. Сайлент, Сайлент, Сайлент забегает в спину. Сайлент, Сайлент включает БКБ и кулдал на 5 толпу. Но тут Пак ушел. Или Дан БКБ, или Дан расстреливает с руки. На этот раз не так все хорошо. Алоха срезает людей. Минус Аегис Фенгеп. Сайлент, Сайлент, это вообще забегает. Подожди, откуда у него столько дар? Ну, у него сейчас нет Аегис, а его могут взять. Но Флай очень предусмотрительно мешает Грейв. Правда, Грейв несколько рановато. Подхила больше нет и не будет. Сайлент старается жить его. Застрелили птицы Визиджа. Но это уже минус 3. Но все равно команда Virtus.pro погибла, да, намного раньше. И год едва живой он тоже умрет. Да, да, да. Вот, пожалуйста, пытались всю дорогу убить Гирокоптера. В итоге мы видим, закончилось все разменом 1 в 4. И очередное огромное количество денег падает в копилку команды Empire. Да, да. Вот сейчас, знаешь, это очень сильно может пошатнуть не только, скажем, внутриигровую конкретно ситуацию на этой карте, сколько моральное состояние команды Virtus.pro уже на следующей. Потому что они вроде бы на первой карте там что-то не собрались, думают, окей, на Next Map все будет нормально, все делают нормально, у них все замечательно, они убивают, они занимают карту, они хорошо сносят линии, а в итоге имперцы камбэчат. Причем это нельзя даже назвать камбэком, потому что имперцы ничего не поигрывали, они жили ровно. Просто в один момент они просто развалили Virtus.pro. Так-то. Тут 21-21. По деньгам график уже в 7500 укатился, в 7000 по экспириенсу. Также по интересным артефактам мы увидим, что у Кентавра появился Вангвард, и понемножечку он с этого Вангварда делает Кримзенгвард. Здесь есть уже Гардиан Грифс у Алохи на Баунти Хантере. Очень осторожно играет год, получает трек. Посмотри просто, как его гоняют. Мастер эвейдинга. Мастер эвейдинга. Трек штука такая, которая очень сильно мешает, поэтому его то, что надо. Ну и Фобос, который... Вот есть Фобос Шейкер, который кажется очень агрессивный, очень активный, но вот какого-то вау-момента мы пока с Шейкером не помним. То есть помним с Паком, помним, что Шейкер там отрезает. То есть пока Фобос... Вот основную цель этого героя, то есть ворваться, развалить всех, не особо-то показал. Да, причем пока что он вроде бы может. Знаешь, с чем это связано? Это связано с тем, что он должен врываться первым. А ты не можешь врываться первым в толпу людей. Люди не входят толпами в нормальной команде. То есть обычно, как выглядят классные врывы там Магнусов, Шейкеров, Энигм. Это когда у вас есть первый герой, который заходит, на него стягивается атака вражеской команды, и уже на эту стянувшуюся атаку врывается либо ЕС, либо Магнус, либо Энигма. Когда ты просто заходишь первый, тебе тупо тяжело прыгнуть. Потому что команда, она изначально бежит, да, она рассредоточена. Она знает, в вражеской команде есть Шейкер, то есть надо держаться чуть-чуть, как-то, да, более разрозненно. А все, в итоге Фобос остается один. У него нет игрока. Вот первое, есть Пак. Пак может исполнить эту роль. Ну, внутри сейчас позиция хорошая, прыгают на Элитана, и вот и все, уже. Слишком быстро. Слишком стрейма не стало. Всем нужно просто убегать. Фобос еще не попадает ни по кому. Вынуждены тратить ультимейт-пака для того, чтобы скрыться. Лил делает типо-аут, остальные тоже убегают. Ну вот, и Эмпайр начинает уже вести эту игру за собой. То есть делает, в принципе, то, что они хотят. И в итоге дровки нет, 34 секунды ее не будет. Значит, что либо она сейчас будет делать байбэк, либо в них заберут сторону, потому что Резолюшн со своими таболиками штука весьма и весьма опасная. Он БКБ, Резолюшн, вынуждены прожать. Грейв, он рановато. Тут как-то далековато поехали сейчас имперцы. Флай сегодня решил лучше перебдеть, чем не дабдеть. Кулдаун. Они слишком-слишком плохая атака. Надо просто отходить сейчас. Ну и в итоге даже Тавр не забрали. Ну, там Шекер подпрыгивал до этого. Йоку, будет ли его цеплять? Стан неточный. Гот. Блинкуется, но Йоку уже не здесь. Нужно дождаться кулдауна Гривсоу в 5 секунд от Аллохи, собраться вместе и пойти дальше. Но нет, улетают имперцы. Они вышку забрали. Одна из задач была выполнена. Просто вот их заход на хайграунд, он был примерно как, не знаю, я мог бы сравнить пошло, например, с первым сексуальным опытом школьника. Вот знаешь, как-то неуверенно. С 22-летней учительницей, да? Там что-то потыкали, там что-то потыкали, да, 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 да. Там не получилось, а давайте с другой стороны. В итоге, реально, это все было шутко мяло. Рома, ну что это за прохладные истории прямо в эфире? Я не понял. Да, я делюсь личным опытом. Ты как, а, нет, я понял. Я не вопрос, не вопрос. Так вот. Ну, и кто со мной не согласится, может пересмотреть эту драку. Выглядело именно так. Потому что Гирыч зашел, его фокуснули, он нажал БКБ, улетел, вернулся. Та же история с Кентавром, то есть, Грейв на чувака с пол-ХП, то есть, ну, ну, как это можно назвать? Ладно, ладно, ладно. Так, ну что, Алоха, 11-й левел тем временем. Есть Кейп, есть Гриф за... Ну, не рискнули опять-таки парень. Неужели будут ждать Рошана? Скорее всего, да. То есть, осталось несколько минут до появления Рошанчика. На этот раз ФП, вряд ли они его будут отдавать. У Лидану, видим, ничего нового не появляется. У Лидану 11500 Нетворс, на 5000 встает он от... Гирокоптера. Гирокоптер 4600. Чуть-чуть Сайленту осталось до появления Сатаника у него. Ну, и там будет все намного веселее. И 16 зарядов у Лишрака. У того Лишрака, которого мы немножечко приподгнобили. В начале. Ну, видимо, не зря гнобили. Там Иллидана где-то скушали опять. Да, просто набросились. Знаешь, когда дровка... Да, когда дровка вот так вот прикрепляет с завидной чистотой, ты сразу думаешь, так, она много умирала, гляну-ка я на Нетворс. Смотришь на Нетворс и просто закрываешь его, потому что там 6 кусков разницы. Да, много-много. Относительно Гирокоптера. И дровку опять-таки увидели, набросились, убили, увидели, набросились, убили. М-м-м, да уж. Регенерация. Ну и что, теперь уже выход от Virtus.pro. Они, возможно, понимают, что настало время брать инициативу в свои руки. Ну, как бы инициатива сейчас их не взяла. Вот-вот отрезали сайлент и понимаешь, что надо бежать. ТПА делает лил за деревом, ну, будет убивать двух фамильяров. Ну, хоть что-то нет. Ну, халявка. Просто перевызвал. Так, Год. Тихо, 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 Год. Прятаться! Сережа! Так, он просто только что вошел в четверых, но зато заставил сайлент нажать БКБ. БКБ еще с несбитым таймером. Он, кстати, не Год. Завтра появится обзор соцсетей, там будет все четко сказано, но на ESL, там, знаешь, там были такие баннера большие, и там были имена фамилии игроков. Так вот, мало того, что Лопат Фобаса сейчас меди пытается убить, я посмотрел. А, я помню, там кого-то перепутали. Нет, там, ну, там, во-первых, то, что там написали, они написали на родном языке, то есть Артем Баршак, ну, то есть по-белорусски, Илья Илюк по-украински. А вот Год был написан, ну, все были написаны нормально, да, там Артур Бабаев и так далее, так далее, так далее. Год был написан Сергей Александрович Брагин. И все вот так. Ну, нормально еще. И он после этого затрелил, чтобы ко мне обращались на данный момент, только Сергей Александрович больше никак, только по имени учился. Ну, это примерно, как я на Дримхаке, когда у всех было написано, там, Вила, там еще что-то, а у меня был Роман Владимирович. Нет, у тебя был Роман Владимирович Каспер, по-моему, таким названием. Не-не, у меня был просто Роман Владимирович. Да-да, у меня даже Каспера не было, у меня был просто Роман Владимирович. Потому что надо, Скади покупает, у нас Сайлент, решил он не брать себе Сатан, собрал Скади, чтобы быть жирнее, чтобы быть наглее, у него будет 2280 хп, я так сейчас на ходу пытался посчитать, но, наверное, не угадал. Так, прыгнул, догоном валил Сайлента, о боже, что с тобой Сайлент? 2600, вот это я вообще прогнозист, нубоковый. Не, ну, погоди, там не просто 2600, ты посмотри на показатель брони, например. И сейчас, это показатель брони, это 75, ну, там 76, оно периодически меняется, 77 сейчас процентов сокращения физического урона. Вот, без Грейва, это 68. Ну, округлим до 70, да, там, плюс там, минус там, 70 долбанных процентов сокращения физухи. Из, там, 250 атаки дровки, ну, долетает просто какая-то писечка. Ух, чем же, чем же его убивать? О, смотри, вот, резольта. Нашел, убил. И, ну, короче, пора, наверное, империи идти, забирать последние Т2 тавра, заходить на хайграунд, потому что год со своим третьим догоном, это, конечно, круто, но, это даже не половина хп Сайлента, а что делать с основной, с остальной половиной, я вообще не знаю. А есть же еще Дузель, а слушай, а если Дузель, ну да, это же под этим, под Солар Крестом столько армора было, да? или это не под Солар Крестом было? Да, ну вот, вот смотри, я еще с... Под Солар Крестом 40, а под Вивом, ну, 40 ровно под Солар Крестом, 40. Так, стан по всем, Резоля, отрезали, фамильяры здесь, Резоль, не дает Шиву, отбегает, ну, пока у ВП есть чем отбиваться, это самое главное, не стоит этого, это недооценивать, то есть лезть на рожон, как-то наглым образом забегать на хайграунд, это не то. Так, ну, что же дальше? Что же дальше? Дальше 35-ая минута матча. Смажь свое кресло, оно у тебя, оно у тебя хрустит, так, как будто ему уже лет 80. Да, это не кресло, это дверь на балкон, у меня просто жена заходила, принесла мне покушать опять. Молчи, скотина, молчи. Я вчера, ведь она троллил, у меня там была в твиттере фоточка, можешь зайти глянуть на досуге, с едой. Да, Витян, кстати, заходил ко мне только что в гости, Витян, ушел домой, вечером ждите его в эфире, так пошел в рим, Резоль в толпу, и, 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 тут от двор резолюшно хватает. Он просто сжег, он просто сжег команду Virtus.pro, а там еще и Йоку сдаблэджил команду Virtus.pro, правда, сейчас тут тоже, наверное, расстреляют, но нет, некому больше расстреливать, потому что Пак пытается уйти на Юле, нормально вроде бы мансит, но Резоль, Резоль не получилось, нет, получилось, что значит не получилось? Это минус 4 от резолюшна. Ты видел, что он сделал вообще, этот резолюшн, которого мы немножко приподглобили в начале, как отлично он отыграл эту драку. Ну, он просто Йола прыгнул вот в толпу и развалил, с чем как бы его и поздравляем, он очень все грамотно сделал, в итоге имперты показывают такие, опять же, стальную волю свою, что они могут собраться, даже из игры, в которой вроде бы все идет пока что по плану противника, но в один прекрасный момент, в данном случае, это вот та самая драка над тир-1 вышкой, дайронской, на вот этом пятачке, она изменила все, вот полностью баланс сил, когда изменился. И поглядим, что придумает Virtus.pro на третий, будет ли тот самый Bloodseeker, потому что они что-то про него подзабыли, его не было в бане, после первой стадии, они могли его взять, но в итоге они выбрали Visage Draw. Окей, не зашло. Ну да, был надеяться, что не закончится это все вот на таких трех быстрых картах, потому что он как-то, ну, вечер, воскресенье, у меня как-то даже планов нету на сегодня больше. А мы уже все свои планы выполнили, я думал, сейчас приду, у меня вот, мы были в аквапарке, плюс вот эта тренька по покеру, которую я забыл, в итоге я там всех выиграл. Ну вот, дотки дайте, дотки дайте. Я думаю тоже, где мой дотан, надо в дотан посмотреть, пока что слишком быстрый, но будем надеяться, что сейчас Virtusa дадут бой, увидим еще хотя бы одну лишнюю карту, будет лучше, конечно, две. Не, ну 3-2, это было бы идеально, конечно, как раз таки в 11 вечера BTS Americas вечерний стартует, где как раз таки God Hunt будет сегодня ночью вас развлекать. Будем надеяться, что там сегодня будет подлиннее игры. Ты не смотрел случайно вчера вечером BTS Americas? BTS Americas нет, у меня вчера вечером был свой, и мы потом с Витяном катали в кресик. Первая карта дня вчера закончилась за 6 минут 32 секунды. А, 6-32, да, мы уже сегодня завидовали просто черной завистью. Фантастика. Ладно, уходим на короткую паузу, вернемся буквально через несколько минут на третью карту матча Virtus.pro против Empire. Не разбегайтесь. Именно.